здравствуйте как известно одна из самых больших радостей жизни это путешествовать по небу на самолете по море на корабле по земле на поезде или автомобиле а как насчет того чтобы путешествовать пешком и не один два три километра а 100 200 300 тысячу много ли в этом радости вот об этом нам расскажет человек который внимание решил обойти вокруг света пешком у нас сегодня в студии антон шангин здравствуйте здрасте я самый распространенный вопрос соцсетях по вашу душу за чей счет банкет почему-то людей интересует первую очередь они не могут себе представить можно взять котомку собраться как в средние века и собрать кулек так он закинуть да через это на палочках и пойти это вроде как вот не про наше время а оказывается да да это возможно возможно на самом деле без денег вот многие думают что там какие-то спонсоры есть нет я двигаюсь на голом энтузиазме из 4 я вышел вообще без денег это был такой принципиальный жест то есть мне хотелось показать что ну во первых не в деньгах счастье да количестве и что можно идти и показать ценность человеческого общения то есть важность того что он не деньги решают на самом деле решают люди коммуникация доброта то как ты к ним относишься как они к тебе относятся то насколько ты умеешь с ними разговаривать чем-то делиться там своими эмоциями впечатления помогать им вот ну как кормят что ли подают тебе я не знаю как это выглядит нет ну представляете я такой иду по трассе с протянутой рукой у меня табличка подайте на пропитание нет но если мне нужно покушать я могу прямо подойти и сказать здрасте я путешественник иду пешком можно вас там что-нибудь попросить поесть самом начале так было прям постоянно причем я заходил иногда в кафешки просто садился и говорил что я путешественник можно посижу и мне приносили что-нибудь покушать вот потом я понял что ну а чем мне мешать самому попросить там да в тех же кафешках вот у людей проще как с этим в этом плане там и если например на ночлег останавливаться кстати в плане с ночлегом то же самое здрасте я путешественник можно у вас переночевать и вот останавливаешься на ночлег знакомишься с людьми общаешься и они еще тебе продуктов в дорогу дадут просто целую кучу а это везде так на всем протяжении твоего пути есть места где люди где дикие звери и дикие люди а к тебе с палкой бегут да ты точно не маньяк нет у нас в россии вот сколько я пока иду только по россии я такого конечно не встречал и наверное процентов 90 людей вот которых я видел с которыми я знакомился готовы всегда помочь в плане там покушать в плане переночевать конечно меньше потому что ну обычно дети да начинаются какие-то такие отговорки и вот так далее сейчас в данный момент времени я уже становлюсь таким как-то известным да и иногда люди на трассе просто останавливаются я подходил к барнаулу остановился паренек говорит вот я тебе кофе привез я видел что ты идешь я там видел по новостях там в инстаграме где-то опубликовали пост ну и в этом плане попроще и тогда дают денег то есть у меня канал на ютубе в инстаграме тоже то есть меня там отправляют типа чувак тебе вот надо там где-то остановись переночуешь в гостишке вот в принципе вся схема следующий по популярности вопрос зачем вот если я понимаю там причин может быть очень много если совсем кратко да звучит звучит крайне вообще нелогично моя цель повысить уровень образованности населения каким же образом тем что ты просто идешь как как форест гамп ну у меня есть первых высшее образование да во вторых я на последнем курсе университета увлекся такими штуками как скорочтение скоростной конспектирование скоростной запоминание информации и понял что учиться можно легко быстро и с комфортом вот и когда я это понял мне вот понадобился какой-то такой способ чтобы доносить эти мысли другим людям и я понял что если я пойду меня по телеку покажут она например я смогу об этом сказать и потом люди придут ко мне уже зададут какие-то вопросы я им лично могу им ответить вот ну опять же возвращаясь к деньгам сейчас я начинаю еще и на этом зарабатывать немножко то есть люди ко мне обращаются я говорю да давайте вот я без проблем с вами позанимаюсь и готова за это платить ходьба это физическая нагрузка да ты прям вот всю дорогу идешь 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 вообще ни разу не едешь от 4 до барнаула весь путь пройден пешком но причем он пройден через кемерово на томск через жиросужинск там через юргу по кругу байкальской железной дороги то есть там не напрямую например на иркутск но у меня были моменты когда я ездил автостопом ну как бы в командировку все он прям дошел до кемерово мне захотелось шерегеш я понял что но идти туда обратно слишком долго да и пока я дойду там сезон закроется уже самое интересное я пропущу поэтому я сел съездил автостопом вернулся обратно вот так же у меня была встреча с известным шаманом александром габышевым это я только вышел из четы прошел 300 километров и тоже к нему съездил автостопом вот обратно и вернулся на место то есть я дохожу до куда-то уезжаю возвращаясь туда же откуда собственно уехал и продолжая свой путь именно пешком а вот за сколько ты прошел до барнаула сегодня 271 день то есть ну вот это 268 почти 9 месяцев 6 февраля будет день рождения путешествия ну то есть как бы если 6 мая я вот вышел а что февраля сколько километров месяца 3700 ну это по таким прям не точным по по расчетам то есть учитывая то что вот я как раз там петлял через анжиросужинск по байкальской железной дороге примерно цифра вот такая сколько пар кроссовок сносил две пары кроссовок просто внули вот такие были дырки на подошве на подошве раньше они протоптались ну и соответственно то есть вот эти места в кроссовках такие дыры 10 сантиметровые то есть как-то от подошвы верхняя часть отходит если так пунктиром дальше какой маршрут я пока ну сейчас на биск после барнаула потом в белокуриху с белокуриху с белокурихи в село салоне 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 там хочу познакомиться с вашим известным веселым молочником от него пойти в омск то есть там уже любит через казахстан либо как-то герезди через деревни вот так это же вокруг можно если я найду какую-то возможность съездить вот в сторону горного алтайска да меня туда уже приглашают в рубцовск приглашают он тоже интернете пишет долго идти будешь вот возможно я просто съезжу туда как раз как в командировку потому что но это будет слишком затянется там то есть на пару месяцев то может затянуться а мне все таки нужно двигаться там в сторону москвы европы там меня ждет много всего интересного так потом ты в сторону москвы идешь да ну да омск москва потом европа там планирую европу по европе погулять то есть моя задача цель охватить еще как можно больше стран то есть кругосветное путешествие это ну не значит что я вот прям по шарику да иду линию замыкаю нет мне интересно в принципе процесс путешествия процесс познания мне нравится мне хочется получить новые какие-то языки другие другие культуры там народности религии вот все что связано с познанием мне это очень дико интересно через северную америку потом да пойдешь и да тебе там придется вообще морем все погуляю европу хочу спуститься в африку после африки через азию я хочу пойти в австралию с австралии на камчатку камчатки на аляску с аляски по северной америке в южную америку и потом обратно в северную и потом уже в россию замыкать круг а в плане морей и океанов есть идея фикс это план максимум переплыть в плавь вот это нужно готовиться нужно тренироваться но я знаю что там всякие ла-манши гибралтары их переплывали люди да то есть как бы почему у меня это не получится да то есть если подготовиться ну когда я буду этим заниматься это уже другой вопрос атлантический океан это большое препятствие ну вот как раз суть в том что с камчатки на аляску там 70 километров пролив около того воды плюс есть острова очень холодным интереснее я закаляюсь я в снегу лежу иногда вот кстати да физическая активность может ешь что-то особое что сил тебе придает чем кормят я же говорю можете покормить угостить святым духом питается не знаю знание на самом деле наибольшую энергию дает цель то есть вот откуда я могу прихожу да например мне говорят ой чувак ты устал ложись отдыхай я говорю блин ребят я могу еще в клуб с вами сходить потанцевать ну потому что я знаю что на самом деле не еда не столько дает энергии сколько вот эмоций которые тебя наполняют да в жизни цели которых ты достигаешь общение коммуникации и на самом деле есть там можно вообще прям чуть-чуть и самой обычной еды ты конечно извини но опять-таки люди интересуются видят живого человека такого нормального симпатичного говорят бедно бедные его родные вот как твои бедные дно понимаешь человек ты сколько я читал 7 лет примерно до планирую мне кажется это затянется на большее просто уже образ жизни неизбежность как вот с этим то ты же понятно мир это огромное количество прекрасных людей но есть же те кто ближе они как знаете же да есть эти стадии принятия там гнев отрицание мы просто проходим через это ну сначала родители тогда например они как-то странно на меня посмотрели сказали парень ты что-то шутишь наверное потом я отправился в путь вам мне писала возвращайся домой сынок там я начались первые травмы я смазолил ногу это опасно тебе обыгранное это уже все да то есть все путешествие завязываю путешествие здоровье важнее возвращайся домой потом они начинают успокаиваться потом я им сообщаю что ребят я тут ночую в палатке минус 10 на улице они говорят сынок вернись Новосибирск мы вышлем тебе денег поживи два месяца если тебе надо идти иди ну то есть они уже приняли что я иду но вот заботятся сейчас больше беспокоиться о здоровье там и о том что я там в снегу лежала в проживе купаться ну то есть для них это чуждо видимо непонятно и то есть когда это делает какой-то Порфирий Иванов например да все а когда делает это какой-то Антон путешественник все о господи он же может умереть давайте его спасем но у тебя при этом с собой некий джентльменский набор палатка все-таки да ты самое главное это всякие телефоны зарядки то есть сейчас у меня еще есть маленький ноутбук для того чтобы писать там посты страна большая связь то не везде есть хотя бы спутниковый то есть а то нет можете подарить мне если хотите кстати Антон но все-таки народ никак не может угомониться глядя да на тебя в твоем инстаграме а я это дело транслирую понимаешь ну ты я так понимаю сейчас один по жизни идешь вот встретишь где-нибудь ну где-нибудь ты много куда собираешься да встретишь свою судьбу и как не знаете как сказали что ты будешь идти она будет идти тебя навстречу с тележкой и вы встретите друг друга и поймете что это оно ну да я на самом деле сейчас одинокий мужчина в самом рассвете сил поэтому вакансия свободно девчонки пойдемте на свидание я считаю что для любви для отношений нету никаких границ в этой жизни и то что я там путешествую да а кому мешает то есть сесть приехать например то есть вот я сейчас например в новосибирске да сейчас в барнауле то есть в сибирске был целый месяц и будь там у меня вторая половинка мы тусили с вместе в новосибирске она приехала потом в барнаул мы тусили в барнауле потом в бийске ну либо она бы шла со мной вместе то есть почему нет это все возможно все реально и я считаю что это осуществимые идеи и планы как говорят умные люди подобное притягивает подобное поэтому где-то да есть такая же в хорошем смысле сумасшедшая девушка наверняка где-то есть это одиночество но вот ты протопал 7 8 10 12 лет как знать да замкнул таки круг и что отпраздную меня покажут по телевизору тебе и так покажут по телевизору много раз я тебе гарантирую но все таки вот ты пришел и и что ну как я уже сказал моя цель это по большей части саморазвитие свое личное и саморазвитие по помощи саморазвитие другим людям я как минимум продолжу этим заниматься и ну тренинги мастер-классы как тот популярность создан называется буду путешествовать также то есть наверняка как какие-нибудь останутся интересные экспедиции я захочу там в этот ванктарктиду да например почему там тоже где погулять целый континент или там он конюхов он сейчас он переплывает от атлантический океан вдруг я захочу повторить его подвиг может быть мне все надоест я захочу просто жить где-нибудь в домике на байкале и все но скорее всего пока есть пока есть желание мыслить пока вот есть мозговая деятельность активность мысли они сами просто идеи они придумываются и ты хочешь их реализовать как ты реализуешь тебя появляется еще куча идей которые хочется реализовать я понимаю что к финалу моего путешествия у меня будут такие грандиозные планы на оставшуюся жизнь в общем много всего на сколько тебе если не секрет 28 28 путешествие только начинается антон спасибо большое удачи тебе в твоем пути взаимно или будем следить обязательно подписывайтесь в инстаграме иду пешком вокруг света 4 всего слова у нас гостях был путешественник и не простой а путешественник пешеход антон шангин все добро пока пока